Доброе утро, страна! Рубрика О Кино снова с вами! Сегодня я вновь посвящу день индустрии сериалов. Нет, я не забыл про большое кино. Скоро мы к нему вернёмся. Сегодня же я хочу рассказать ещё об одном очень крутом сериале. Правда, боюсь, в отличие от мира Дикого Запада, во все тяжкие Игры Престолов, этот проект понравится далеко не всем. Знакомьтесь, главный герой, он же антигерой, картины Фрэнк Андервуд. Это будет особенный год для нас. Я набросал предложение для стратегии на Ближнем Востоке, но я хотел бы придумать формулировки, которые бы сочились дипломатией. Фрэнк, мы не назначаем тебя госсекретарём. Я знаю, он тебе обещал, но обстановка поменялась. Вокруг конгрессмена Андервуда и строится вся сюжетная линия. Главное действующее лицо сериала – карточный домик, великолепный Кевин Спэйси. Он, а точнее его герой, стремится к продвижению по карьерной лестнице в Белом доме США. Как это у нас говорят, скандалы, интриги, расследования. С последним, правда, сложнее. Как правило, все скандалы и интриги – дело рук нашего знакомого Фрэнка Андервуда. Расследования тормозятся из-за гения героя. В течение пяти уже отснятых сезонов вместе со своей женой Клэр он строит козни существующему правительству и мало-помалу движется к президентскому креслу. При этом не чураясь даже самых грязных приёмов. Я не назову вашего имени, напечатаю всё, что скажете и не буду задавать никаких вопросов. То есть мы говорим о доверии? Съёмки первого сезона начались в январе 2012 года. Над созданием сериала поработало порядка 20 режиссёров. И это заметно. Наряду с таким гением, как Дэвид Финчер, создатель бойцовского клуба, в списке есть малоизвестные – Агнешка Холланд, Такер Гейтс и многие другие. Это не могло сказаться на динамике проекта. Есть небольшие провисания. Но главные эпизоды, определяющие судьбу героев, затягивают. Политическая борьба не даёт оторваться. И ты ждёшь, сможет ли Фрэнк Андервуд завоевать престол США. Я покончу с этим. Извините, мистер президент, но я этого не сделаю. На мой взгляд, «Карточный домик» – это сериал актёров. Кевин Спейси, Робин Райт, Кейт Мара, Майкл Келли, Махершелла Али – именно эти актёры на протяжении всего сериала создают историю. Я бы назвал связь между героями политической химии. Они настолько остро отвечают друг другу, настолько яро парируют выпады оппонентов, что миллионы зрителей, не отрываясь от экранов, следят за сюжетом. Ты обещал мне, что такого не будет. Будет много таких вечеров. Много работы. Мало сна. Я ожидала этого. В подтверждении моих слов говорят номинации и выигранные премии. Только четыре раза «Карточный домик» участвовал в борьбе за звание лучшего сериала. Выиграть не удалось. Остальные 34 раза на статуэтке претендовали актёры. Неудивительно, что доставались награды только фронтменам проекта. Кевин Спейси и Робин Райт получили по одному «Золотому глобусу» в 2014 и 2015 году. «Карточный домик» – не самый лучший сериал. На любителя. Но он меня зацепил. Так называемый ментальный экшен. Он привлекает. И если вы среди поклонников такого жанра, то смотрите с удовольствием. На этом с сериалами всё. На пока. В будущем мы вернёмся к этой теме. А сейчас – к большому кино. Увидимся завтра. Не забывайте высказываться о просмотренных лентах в комментариях под роликом рубрики «О кино». А также на сайте медиахолдинг «Западная Сибирь». И про настроение. Не забывайте к просмотру. Лучше подходить с умом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова